Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он у вас достаточно объемный, поэтому я не буду его перечитывать сразу, весь целиком я буду его читать и потихонечку донатить свои комментарии, тем более, что мне кажется, поговорить здесь есть о чем. Итак, встречаюсь с парнем около трех месяцев, до этого общались по переписке на расстоянии знакомым недавно, около десяти лет. Ну, здесь сразу хочется как-то спросить, что общего между вами и парнем, ваши, какие отношения между вами, что это за отношения, ну в смысле. Что вас связывает, да? Вот. Какой тип отношений? Партнерский или чисто гендерный? Может быть, это больше похоже на отношения, типа, родитель-ребенок, когда кто-то из партнеров является, ну, в большей степени родителем, да? Таким вот доминирующим субъектом. Вот. Исходя из того, что вы написали, в принципе, я бы, наверное, сказал, что вы находитесь в классическом таком треугольнике Карпмана, который вам, на мой взгляд, можно поисследовать. То есть просто вот исследуйте, ну, исследуйте треугольник Карпмана. Вот. Вы поймите, о чем идет речь сейчас. Вот. Ну, это важно. Дальше. Общались по переписке на расстоянии, знакомые давно, около 10 лет. И вы хотите сказать, что за 10 лет, например, вы не догадывались о том, что мужчина обладает такими особенностями? За 10 лет ничего в его поведении не навело вас на мысль о том, что он может быть вот такой, что он может быть таким. Не кажется ли вам это странным? Не кажется ли вам это необычным? Не кажется ли вам это несколько поверхностным? То есть, как бы, это, опять же, вопрос, на мой взгляд, на мой взгляд, это вопрос больше класса. А, то есть, как бы, 10 лет это срок большой, на самом деле. Вот. И если за это время вы человека не узнали, ну, как минимум, это, на мой взгляд, вызывает вопрос, да? Кроме того, судя по самым, что вам неудобно ему отказать, здесь одно из двух. Вот. Или вы не доверяете ему, ну, вообще, что-то у вас нет к нему, например, доверия. Или вы в целом обладаете определенными, ну, как бы, трудностями с личными границами. Вот. То есть, как бы, очень, на мой взгляд, важный аспект. Вот. Дальше. Идем. Приехал из другого города ко мне. Мне катастрофически не хватает меня. Он заполнил собой все пространство и перекрыл мне кислар. Ну, по большому счету, здесь вы перекладываете ответственность с себя на него. В том смысле, что вы ему позволили это сделать. Вы позволили ему так вот с вами поступить. И вопрос, на который мне хотелось бы, чтобы вы себе ответили, это вопрос именно о том, каким образом вы, ну, позволили ему наручить, ну, вот, собственно, ваши личные границы. Понимаете, да? То есть, так-то вот вы говорите, что это он сделал. Так-то вы говорите, что это он виноват, но если бы вы не позволили, вряд ли он вам смог бы причинить столько хлопот, как мне кажется. Вот. По крайней мере. Барс. Если поначалу я думал, что люблю, теперь планы перехожу к сценарий. Ну, это логично. Это логично, потому что в нем вы видите для себя угрозы. И, естественно, что раз вы, ну, видите в нем угрозы, то, конечно, у вас есть, как бы, к нему ненависть. Это правда. Это правда. Это правда. Дальше. У меня просто нет сил терпеть такое количество его. Так не терпите. А выражение личных границ как раз это больше история про четкое выражение того, что вам нравится, что вам не нравится, что вас устраивает, что вас не устраивает и так далее. То есть, как бы, это нормально. Ну, вот вы, на мой взгляд, не позволяете себе этого сделать, к сожалению. То есть, почему-то вы терпите, почему-то вы терпите, вот, несмотря на то, что вам это не нравится. Мы не живем вместе. Мое решение нужно сделать предложение. Я согласился. Теперь всеми способами пытаюсь отложить свадьбу. Ну, для трех месяцев, как вы встречаетесь, как-то мне кажется, довольно-таки быстро вы согласились на свадьбу. И довольно быстро переключились, как мне кажется, ну вот на эту самую ненависть к нему. Вот. Понимаю тебя. Понимаю тебя, да? Балышу. А, опять же, вы пытаетесь отложить свадьбу, то есть какая-то такая партизанская война получается. Вот. Вместо, по-моему, чтобы, значит, просто, эм, сказать прямо, в принципе, вас беспокоит. Вот. Хотя, эм, момент этот, этот в принципе, очень и очень важен. Дальше. Он встречает меня с работы, приглашает на работу, отводит меня на тренировки, забирает. Он нигде не работает. Два месяца. Так. Я пытаюсь стараться найти. Но. Безиспечно. Потому что мне не требуется сотрудник, а мне надо быть 24 часа со мной. Ну, опять же, вот почему-то вы позволили ему все это делать. Сначала. Когда только это началось. Вот эта фраза, я хочу побыть одной, которая часто, часто используется в сериалах. И является, а, ну, как, как бы, уже такой, довольно избитой. Вот. Довольно избитой. Вот. Аннет, здесь, как нельзя. Кстати. Вот. Другой вопрос, эээ, в том, что, эээ, значит ли это фраза, вот, эээ, что-то для вас. Отначает ли она что-то для вас. Вот. Вот. Эээ, на мой взгляд, эээ, на это вам здесь, эээ, нужно обратить свое внимание. Дальше. Идем. Эээ, регулярно приходит ко мне и сидит до ночи, приходит с его кормить за свой счет. То есть, видите, у вас постоянно идет какое-то нарушение, эээ, своих же, эээ, собственных, эээ, ну, эээ, желаний. Своих, эээ, собственных, эээ, ну, как бы, стремлений. Своих, эээ, собственных, ээээ, потребностей. По большому счет. То есть, почему-то, эээ, снова, снова вы, ээээ, не позволяете себе их, ээээ, проявлять. Ого. Эээ. Понимаете. Да? Ого. Какая штука. Дальше. Идем. Ого. Значит, не скажи, что мне жалко, но это дико странно для меня, и мужчина на шее в моей плане не хотелось. Совершенно верно. Как вы даете мне об этом, понятно. У меня для этого есть ребенок, который я должен содержать. Ну, вот, эээ, весьма примечательно, что вы говорите о том, что вы, эээ, должны, эээ, должны, эээ, содержать, ээээ, как бы, своего ребенка. То есть, это эээ, довольно таки странно на самом деле, как уметь, как звучит. Тотанно что, эээээ, если вы своего ребенка любите, если вы как бы, ээээ, ну, как бы, испытываете, эээээээ, ребенку позитивное чувство, то, на мой взгляд, слово должно будет здесь отсутствовать, но у вас почему-то это слово присутствует, вот, случайно ли это слово или нет, на мой взгляд, довольно важный вопрос, но, повторюсь, если у вас ценности такие, что мужчина на шее не ваша, что, вопрос заключается в том, как вы ему это выражаете, ну а иначе какой толк и смысл в том, что у вас есть эти ценности и чувства. Тоже. Дальше. Это напрягает, сказать об этом неудобно. Почему? Это недоверие, страх, стыд, вина. Сейчас он пошел на работу, но она не совпадает по графику с моей и находится на другом конце города. В итоге он ходит туда и на 4 часа, чтобы успеть меня забрать с работы. Утром ждет под дверью, как верный пёс. Я разговаривала, пыталась донести, психовала и кричала, но это бесполезно, он обижается, говорит, что все понял, но продолжает так делать. Я не в себе или это не мой человек, да. Скорее всего, второе. Скорее всего, второе, это не ваш человек, хотя бы потому, что отношения нездоровые, вот, и хотя бы потому, что вы находитесь в другом месте Карпана, да, и хотя бы потому, что вы не полностью искренне с ним, так что, ваш или не ваш человек, это не известно, а вот, то есть на данный момент ваши отношения складываются, это правда. С другой стороны, то, что у вас есть ребенок, говорит о том, что у вас уже был мужчина в жизни и отношения с ним так же не сложились, поэтому нужно преследовать и те ваши отношения, которые не сложились, ну, конечно же и эти, конечно же и эти тоже. В общем, я думаю, что где-то общего между вашими мужчинами совершенно точно есть, и это нужно выявить, потому что выявление этого поможет вам лучше увидеть свою проблематику и, соответственно, начать психотерапию. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Дальше. Как разобраться, уже хочется выйти в акцию. Ну, повторюсь, вам нужна помощь. Вот. Вам нужна помощь. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать начать работу над собой. Вот. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Вот. Удачи. Надеюсь, что ваша проблема будет решена самым лучшим образом. Желаю, чтобы вы нашли в себе силы и возможности обратиться за помощью к психотерапевту, потому что самостоятельно вы, скорее всего, из этого не выйдете. Так как, если я справился и отношения ваши не здоровы, вы находитесь в определенной созависимости. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.